Ласкутное житье Сегодня у нас вторник, 493 ласкутный эфир, 21 марта, день весеннего равнодействия, когда наконец-то световой день стал равен световой ночи. Ну, то есть наступает весна, она вступает в свои права, а мы с вами продолжаем жить кризис-рус. Краткая история предыдущих эфиров. Эта история началась у нас с вами в конце января. Мы записали, вы посмотрели, я записала 488 ласкутный эфир, где вы узнали, как шить три варианта кризис-русов, три способа шить кризис-русов. В 489 ласкутном эфире мы с вами эту тему продолжали и разбирали, как на основе блока пашня сшить блок из трех кризис-русов. Эти два эфира 488 и 489 я упоминаю не случайно, потому что они вам сейчас, конечно, понадобятся. Ну и после этого мы шли с вами пять роз, мы шли с вами ласкутное одеялко, мы с вами собирали ласкутное одеялко в, так сказать, пейзаж из ласкутных роз. Ну, спросите меня вы, а что же сегодня? Кризис-роза тема интересная и она потребовала какого-то своего продолжения и развития. И вот смотрите, что получается. Очень много на ютубе видео, особенно от зарубежных квилтеров, которые красивые панели, ну а панель это, скажем так, ласкут ткани, примерно 110 на 60 или 110 на 110, вставляют в раму из окон. То есть получается как бы вид из окна. Ну, в зависимости от того, хорошая панель или не очень, получается по-разному. Но у нас с вами, у вас есть прекрасная возможность, прекрасная просто. Вот на основе блоков из кризис-роз, которые вы шили, собрать одеяло или даже панно настенное, которое будет называться вид из окна. Ну и поскольку вид из окна на розы и на море – это какой-то приморский парк, условно давайте назовем его приморский парк. И сейчас вы узнаете, увидите, как собрать такое панно с видом на окна. Ну, начнем по порядку. Первое. Что будет, если вы не хотите шить модель с окном, а просто сделать пейзаж и собрали пейзаж размером по высоте 10, а по ширине 8 квадратов. Напоминаю, квадрат у нас с вами в прошлом эфире 15 сантиметров был в раскрой, а с учетом припуска он у нас был 13,8 сантиметра. Таким образом, размер центра по горизонтали у нас 8 квадратов – это 110,4 сантиметра, а по вертикали 10 – это 138 сантиметров. Вот эта картинка, пожалуйста, на нее посмотрите. Если вы хотите просто пришить кайму к этому пейзажу, то, скорее всего, вам следует сделать следующее. Пришить узкую кайму, темную, размером примерно 6,5 сантиметров, ну а с учетом припуска он у нас в раскрое будет примерно 7,7 сантиметра. Затем пришить слой светлой каймы шириной в готовом виде примерно 10,6 сантиметра, а в раскрое, соответственно, 11,8 сантиметра. Я два припуска прибавлю. Ну и пришить третью часть каймы, самую широкую внешнюю, она у нас порядка 17,1 сантиметра, ну плюс два припуска, получается 18,3 сантиметра. Вот примерно так вы должны поступить, если хотите сшить просто пейзаж. Ну и у вас получится вот примерно что-то похожее на это. Это компьютерная модель. Ну, а что же дальше? Если вы хотите сшить пейзаж с окном, первое, скорее всего, кубики, ну вот квадратики, из которых состоит наш пейзаж, вы сшиваете не сразу. А вы будете сшивать в них окна, то есть полоски переплета рамы и подоконники. Чтобы визуализировать эту картинку, я и дизайнер создали для вас 21 модель, как сделать эти оптические окна. Вот, пожалуйста, длинная цепочка этих моделей. Пожалуйста, посмотрите, вам будет интересно. Вот из этих моделей с окном я для себя лично отобрала. Две модели розовую, условно розовую, потому что рама немножко розоватая. И зеленую, условно зеленую, потому что рама немножко зеленоватая. Конечно же, я показала это в лоскутном клубе и в нашей группе в Телеграм. Группа в Телеграм вот здесь. И, знаете, получилось очень интересно. Те, кто у нас учится давно и кто в группе в Телеграм, они сказали, что им больше нравится розовая модель. Ну, то есть с розоватым таким светом. Видимо, все-таки утреннее такое освещение. А вот те, кто в ВКонтакте в группе, они почему-то сказали, что им, ну, почти единогласно, что им больше нравится зеленая модель. Ну, то есть с таким, немножко таким зеленым освещением. Ну, видимо, свет там от зелени фарки как-то бликует и так далее. Ну, то есть у всех вкусы разные, поэтому, конечно, вы будете выбирать ту модель, которая вам понравится. О размерах моделей с окном. Вот вся вот эта собранная модель с окном из наших квадратиков 13,8 и 13,8 составляет по горизонтали 158,2 сантиметра и по вертикали 187,4 сантиметра. Сразу скажу, что ширина узких переплетов рамы 4,2 сантиметра в готовом виде. В готовом виде ширина, как бы глубины подоконников вот этих и рам, она 8,2 сантиметра. То есть вы можете эту модель построить совершенно самостоятельно. Но, в принципе, конечно же, в лоскутном клубе мы фото этой модели со всеми, со всеми, со всеми размерами, которые вам нужны, конечно же, выложим. И вы можете этой моделью воспользоваться. Как воспользоваться? Те, кто являются членами клуба, просто входят и скачивают себе этот файл с расчетами. Те, кто не являются членами клуба, могут на 7 дней в клуб войти совершенно бесплатно по демо-доступу на 7 дней. Вот ссылка на лоскутный клуб, пожалуйста, посмотрите. Если нужно, заходите, скачивайте. Так, это я сказала. Размеры. Если мы сделаем окно, то мы пришиваем кайму шириной в раскрое примерно 18,3 сантиметра. Ну, сразу вам скажу, можно 19. Ничего особо не изменится. И размеры этого одеяла. Если мы пришиваем кайму 18,3 сантиметра в раскрое 17,1 сантиметра в готовом виде при припуске 6 миллиметров, мы с вами получаем размеры одеяла примерно 160 сантиметров по горизонтали и 197,6 сантиметра по вертикали. Я еще вам не показываю модель этого одеяла. Почему? Потому что. Потому что вам надо принять во внимание одно немаловажное обстоятельство. Будете ли вы шить панно или одеяло, или покрывало. Все внимание в этом произведении, а это произведение, должно быть уделено пейзажу за окном. Соответственно, кайма у нас должна быть всего лишь аккомпанементом, слабым отблеском того пейзажа, который у нас с вами есть за окном. То есть, все внимание на пейзаж. И вот внешнюю кайму нам надо делать в приглушенных цветах. Как? У нас есть несколько вариантов. Ну, как минимум три. Вариант первый. Вот к этому окну мы можем пришить продольную кайму из шести слоев в технике, которую мы использовали в лоскутном одеяле Барджелло по Дженни Бея. Эта техника, эта сборка этой каймы прекрасно освещена у Дженни Бея, как бы и у нас она освещена в курсе Барджелло. Просто посмотрите вот фотку одеяла Барджелло, какая здесь кайма, видите? И вот такого же типа кайму вы можете пришить к вашему пейзажу. Или просто к одеялу без окна, то есть к пейзажу без окна. Вариант второй. Мы можем с вами собрать продольную, то есть такую поперечную, извините, поперечную кайму. Это мы делали очень много в наших одеялках разных-разных. И вот посмотрите, вот пример поперечной каймы. Вы можете ваш пейзаж обрамить вот такой поперечной каймой. Следующий момент. Все-таки, если вы решили делать кайму в технике крэйзи, то есть кайму как аккомпанемент к пейзажу за окном. И я уже говорила вам, и вы слышали о том, что цвета должны быть приглушенные. Я вот специально взяла с собой два образца. Вот это приглушенный розовый, как вы понимаете, а вот это приглушенный зеленый. Посмотрите, здесь нет ярких цветов. Вот здесь есть маленькое вкрапление, как бы, да? Ну, ярких цветов, таких броских, их на самом деле нет. Что происходит? Вы мне скажете, ладно, мы уже, конечно, поняли, что здесь вы можете использовать остатки тканей, которые у вас остались от центрального набора пейзажа. Вот все они остатки, посмотрите, все эти ткани. Но хочу обратить ваше внимание на один очень маленький нюанс. Посмотрите, некоторые ткани использованы на изнаночную сторону. Вот это, например, по лицевой стороне ярко-бордовая. А вот эта ткань, вы ее видели в розах, она такая яркая, ядовито-розовая. Вот это даже не она, а ткань побледнее. Вот такие ткани яркие мы с вами можем использовать на изнаночную сторону. Впервые в открытой лекции это сказала Тамара Санчес, это было на фестивале «Душа России» в 2018 году. Ну, и лоскутные мастера, особенно известные, очень любят использовать вот этот прием, то есть использовать в ряде случаев изнанку ткани, для того, чтобы обеспечить разбеленность, или наоборот, чтобы создать контраст с какой-то более темной поверхностью. Ну, то есть для того, чтобы использовать вот этот способ, прием в своих лоскутных работах. Ну, и сейчас мы с вами разберем вот этот вот прием. Собирать квадраты каймы. Вот эти квадратики у меня 18 на 18 сантиметров. Собирать эти квадраты каймы мы будем по основе. Вот основа. Ну, и если вы посмотрите структуру, вы, конечно же, увидите здесь блок пашня. Вот он, да? С изнаночной стороны хорошо видно. И вот здесь тоже с изнаночной хорошо видно. Который мы с вами шили в 489-м лоскутном эфире. Туда вы можете заглянуть, чтобы посмотреть, как проектировать этот блок. Ну, а сейчас мы все внимание уделим тому, как сшить вот этот блок по основе из остатков ткани. Готовы? Сейчас мы переходим с вами в мастерскую и собираем вот такие блоки. Еще раз напомню. Один блок у нас розоватый. И этот розоватый блок пойдет на кайму, который используется для каймы, где рама немножко такая розоватая, освещенная утренним светом. Вот, пожалуйста, посмотрите эту модель. Вот прямо с этим блоком. Вот она. Видно? Хорошо. И есть у нас еще рама, которую мы выбрали с зеленоватыми, такими зеленоватым отцветом как бы. И вот эти блоки зеленоватые вы можете использовать вот для этой рамы. Конечно, вы мне скажете, Лада, а можно смешивать? Можно. Смешивать это можно, потому что цвета здесь, ну, они достаточно такие светлые, такие приятные очень, и будут между собой хорошо сочетаться. И вот посмотрите, третий вариант – микс. Микс вот этой рамы, где есть и розовые квадратики, и зеленые квадратики. Ну, у вас, конечно, получится, я полагаю, тоже лучше, хорошо, замечательно. Ну, то есть как-то у вас получится, поэтому, конечно, шейте. Прямо сейчас переходим в мастерскую к шитью вот этих блоков. Итак, дамы, мы с вами перешли в мастерскую, и сейчас наша с вами задача – понять, как собрать вот такие вот квадратики в технике Крэйзи и используя параметры блока пашни. Первое, что мы с вами сделаем, это мы с вами достанем наши запасы, остатки наших розовых и зеленых тканей, переберем эти запасы, конечно же, и после этого мы с вами начнем собирать выкройку блока пашни. Чтобы вас не задерживать, и, конечно же, вернитесь к 489-му воскутному эфиру. Там подробно показано, как из квадратика раскроить шаблоны. Вот такие вот. Вот, посмотрите, вот он у меня. Ну, для простоты картины вы можете сделать квадратик 20 на 20 сантиметров, сделать первую детальку, это диагональ, и детальки 2 и 3. И вот сейчас, вот у меня уже шаблоны готовы, я возьму лоскут бросовой ткани. Ну, что значит бросовой ткани? Если вы шьете одеяло на продажу, новое, допустим, да, конечно, лучше использовать бомль или бязь, купленную в магазине. Ну, вот поскольку я шью одеялко для дома, я просто взяла старый пододеяльник, уже такой брошный, порванный, вот он как бы. И из него сейчас я буду выкраивать основу наших с вами квадратов. Как это будет происходить? Я возьму вот так полоску и нарежу из нее единичек. Это первая деталька нашего, первый элемент нашего блока. Потом нарежу двоечки из другой полоски. Вот она. Ну, троечки и так далее. Ну, то есть двоечки и троечки. Вот. Сейчас я это сделаю. И мы с вами начнем подбирать ткани уже на швейной машинке. Первый квадрат розовый мы с вами соберем медленно, а квадрат зеленый мы, конечно, соберем быстро. Да. И еще один важный момент. Посмотрите. Вот у меня блок, да? Вот низ, вот двойка, вот тройка. И на каждом блоке, обратите внимание, красной стрелочкой я показала направление ткани, как я буду пришивать лоскутные полоски. Ну, готовы? Начинаем собирать. Вот у меня лист. Лист бумаги. Стандартный. Делать квадрат очень просто. Я загну его по диагонали. Вот он. Вот у нас с вами готов квадрат. Я его обрежу. Вот этот нож я использую только для бумаги. Вот он. Вот у нас квадратик 21 на 21 сантиметр. Далее. Где-то примерно сантиметра на полтора ниже диагонали. Параллельной диагонали я проведу вот такую линию. Видите? Это у меня будет деталь 1. Направление полосок вот сюда. Видно, да? Теперь здесь, примерно разделив пополам вот эту часть, ну, я не вхожу вот здесь в диагональ, чтобы не было стыка, а чуть-чуть отступаю. Здесь у меня будет деталь 2. А вот это у меня будет деталь 3. Как будут располагаться полоски в детали 2 и 3? Они могут располагаться. Двойка, допустим, вот так. А тройка, допустим, вот так. Вдоль одной сторон квадрата. Вот я начертила вам линии. Сейчас, поскольку я взяла квадрат 21 на 21, то есть припуски я могу не делать. Я сейчас просто разрезаю. И вот у меня получились шаблоны. Квадрат 1. Я беру лоскутые бросовые ткани. Вот они. И выкраиваю из них вот такие вот треугольнички. В данном случае у меня получилось 4. Вот они, детальки 1. И здесь я наметила линию, как я буду пришивать. Точно таким же образом мы поступаем с деталями 2 и 3. То есть я беру полосочку ткани. Вот, допустим, для детали 2. И вырезаю из нее детали номер 2. Вот таким вот образом. Поскольку здесь у меня ткань бросовая и особая точность мне не требуется, я могу сделать очень просто. То есть вот таким вот образом выкроить нужные мне детальки. Вот посмотрите, мы с вами собрали детали на 4 заготовки. Вот у меня 4 детальки 1. И направление вот сюда. Я все пометила. Видите? Вот у меня 4 детальки 2. Направление вот сюда. И вот у меня 4 детальки 3. Направление вот сюда. Все готовы. Можем приступать к работе. Да, сразу скажу. Направление перешивания полос мы можем с вами определять произвольно. И в принципе, в ряде случаев, вот допустим здесь, мы хотим, чтобы направление было вот допустим вот сюда. Вот так. Ну, таким образом мы просто смотрим, чтобы у нас не было в деталях направления вот во второй, третий сюда. Вот такое, допустим, нас устраивает? Устраивает. Действуем путем эксперимента. Пришиваем вот таким образом. Переходим на швейную машинку. Смотрите, вот у нас деталь номер 1. Вот она у нас. Мы начинаем пришивать полоски вот с этой стороны. Первое. Берем какую-нибудь длинную полоску. Ну, например, вот такую. Мы с вами договорились, что мы используем в основном неяркие цвета. Поэтому мы, когда хотим, берем полоску неяркую вот так. Если хотим, переворачиваем. Пришиваем первую полоску. Шаг стежка примерно 2,5 миллиметра. Следующим шагом мы пришиваем другую полоску. Вот это розовая, слишком яркая. Давайте повернем ее с вами вот так вот, изнаночной стороной. И пришивать будем не параллельно, а чуть-чуть под углом. Тогда у нас будет гораздо интереснее. Смотрите. Я пришила ее, отвернула и прогладила утюгом. Нишнее обрежу. Следующую полоску мы можем выбрать, ну, какую-нибудь, например, вот такую вот. И то же самое. Мы ее всегда поворачиваем под углом. Либо в эту сторону, либо в эту сторону. Туда, куда нам понравится. Пришили. И то же самое проглаживаем утюгом. Следующую полоску мы, если хотим, повернем вот сюда, например. Лишнее отрезаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы пришили еще один лоскуток. Ну и вот здесь, видите, чтобы закрыть, мы тоже можем пришить какую-нибудь полоску. Возможно, чуть более яркую, возможно, чуть более темную, возможно, бежевую. Ту, которая нам нравится. Лишнюю ткань мы с вами обрежем. Таким образом мы собрали с вами деталь номер один. Вот она. Таким же образом, точно таким же образом, собираем детали за номерами 2 и 3. Вот у нас вырезанная основа для детали 2. Вот она, посмотрите, да? И точно таким же образом, но уже немного из других лоскутков, мы начинаем собирать деталь номер 2. Окладываем одну полоску. Допустим, вот так. Вы видите, что она не обязательно ровная. То есть, не должны быть ее стороны параллельны друг к другу. Вот у меня яркая красная ткань. Она слишком яркая. Ну, посмотрите, если мы ее повернем на изнаночную сторону, будет прекрасно. Отворачиваем. Обрезаем. И выбираем еще какую-то яркую ткань. Ну, какую бы вы хотели. Ну, например, вот эту вот. Она немножко необычная. Поворачиваем слегка под углом. И закрываем уголок любой тканью. Можно, кстати, даже в данном случае использовать вот такую зеленую ткань. Проглаживаем и все лишнее обрезаем. Проглаживаем и все лишнее обрезаем. Вот у нас деталь за номером 2. И таким же образом мы с вами будем собирать деталь номер 3 из розовых тканей. Ткань у нас идет вдоль этой стороны. Вот она. Посмотрите. И то же самое. Мы выбираем подходящую нам ткань. Вот и темновато немножко. Давайте возьмем вот эту. Аккуратненько ее накладываем. Истрачиваем. И уже следующую деталь мы собираем как бы под углом. То есть чуть-чуть вот так ее подкручиваем. Мы можем эту же полоску повернуть на изнаночную сторону. Будет красиво. Отворачиваем. Прогладили и выбираем следующую полоску. И то же самое. Поворачиваем под углом. Если у вас остаточки короткие и вдруг не хватает на ширину полосы, мы с вами можем поступить следующим образом. Взять вот такую полоску. Разрезать ее пополам. Сшить. И так же используем в качестве накладных полосок на наши блоки. Вот посмотрите, что я делаю. Вот здесь лучше распрямить. То есть шов разложить вот так, чтобы он не давал лишней крещины. Накладываем еще полоску. И закрываем вот этот хвостик. Нужно тоже выбрать какую-нибудь ткань розовенькую. Ну, возможно, вот эту. Вот посмотрите. Надо решить. Мне кажется, здесь даже лицевая подойдет. Вот у нас получилась деталь номер 3. Вот она. И сейчас мы с вами эти детали по нашему с вами шаблону обрежем. Для соединения первой, второй и третьей деталей в единый блок мы сначала соединим детали 2 и 3, а потом пришьем к ним деталь номер 1. Шов мы разгладим вот так, в розутюжку. После того, как мы собрали детальки 2 и 3 вместе, мы соединим деталь 1 и уже собранные детали 2 и 3 между собой. Вот таким образом. Шов мы тоже разгладим вот так в розутюжку. То есть разложим на разные стороны припуски. Вот таким вот образом. И у нас уже будет готов. Наш квадратик. Сейчас, когда мы разгладили швы, посмотрите. Нам осталось определить, какой размер квадрата нам нужен. Ну, в данном случае давайте возьмем 19 сантиметров. И сейчас мы аккуратненько, пользуясь размеркой мат, наш квадратик с вами обрежем. Вот смотрите, я беру 19 сантиметров. Все лишнее я срезаю. И здесь я беру 19 сантиметров. Все лишнее я срезаю. Вот у нас получился блок 19 на 19 сантиметров. У нас эти полоски идут примерно вдоль диагонали. Эти полоски идут вдоль горизонтальной стороны квадрата. А эти полоски идут примерно вдоль вертикальной стороны квадрата. И получается вот такой интересный, креативный блок. Точно так же я сошью зеленый блок, но уже только с красной съемкой. Потому что я надеюсь, вам здесь все совершенно понятно. Итак, в изготовлении блока пашни по основе у нас 7 этапов. Первое. Мы делаем макет. Второе. Мы из бросовой ткани вырезаем 3 части макета. Самая длительная часть, которую вы сейчас видите, это мы нашиваем полоски на вот эти заготовки. И делаем их влажно-тепловую обработку. То есть гладим. После того, как мы сошьем, то есть это самая долгая часть, повторяю, мы вырезаем вот эти вот лоскуточки и нашим первую, вторую и третью детальку по шаблону. Посмотрите, сейчас будет. Вот мы накладываем шаблончик и аккуратненько вырезаем. Далее мы 3 части стыкуем, 2 и 3, потом пришиваем первую к ним. И у нас получается вот такой готовый блок. Седьмой. Вы делаете таких блочков столько, сколько вам потребуется. Таким образом, мы с вами сейчас совместили приятное с полезным. Мы использовали все остатки в блоке, не используя технику пицца, которая постоянно любит говорить в интернет-блогере. И, то есть мы использовали все остатки и сделали нужную нам, правильную, готовую к ним. Итак, сборку мы с вами завершили. А давайте рассмотрим организационные моменты, что важно знать. Первое, еще раз. Крэйзи Роза, собственно, сборка, в 488-м лоскутном эфире. Как собирается блок башни и как он проектируется в 489-м эфире. Наборы тканей, зеленых тканей, розовых тканей есть у нас в учебном магазине в разделе «Наборы». Конечно, многие из вас спросят, где взять оконные переплеты, то есть ткань для оконных переплетов и для рам. Такие ткани есть в учебном магазине. Они продаются метражом в разделе «Стол заказов». И вот сколько вам нужно, вы можете столько и выбрать. Ну и эти ткани также можно брать на кайму. Вот такие розоватые, такие светловатые. То есть берите в основном светлые муары без ярко выраженного рисунка. Вот идеальный вариант. Вот, посмотрите. Вот такие вот ткани. Вот они идеально заходят для каймы. Следующий момент. Все схемы, модели, уроки по лоскутным розам опубликованы в лоскутном клубе. Если у вас членство в клубе оформлено, ссылка вот. Вы спокойно заходите, там прямо идут уроки про кайзи розы. Открываете все, что нужно скачивать. Если вы первый раз, вы можете зайти по демо доступу в лоскутный клуб на 7 дней совершенно бесплатно. Никто с вас денег за это не попросит. И можете скачать все схемы, которые вам интересны. Ну, в лоскутном клубе у сейчас порядка 300 уроков различных. Поэтому, конечно, ну, только розы скачивайте, только то, что вам нужно. Значит, еще спрашивают меня, где взять тинсулейт и подклад штапель для одеял, для лоскутных роз. Сейчас у нас есть в наличии два типа тинсулейта. Это тинсулейт P150 и G100P150. Это тинсулейт толстенький. Он каландрированный. Что значит каландрированный? Это значит верхний слой у него прижарен чуть-чуть вот такой. Он такой ровненький. Знаете, на что похоже? Вот на суфле. Так вот такое пластичное. Или конфеты птичьего молока. Вот начинка вот такого типа. А это тинсулейт P150. И есть еще у нас тинсулейт G100. Он не каландрированный. И вот если вы хотите шить что-то типа куртки, использовать для жилета вот этот тинсулейт, то есть в качестве какой-то подкладки вы можете использовать вот этот тинсулейт. Если вы шьете в технике Крэйзи жилетку, ну, какую-то, допустим, там детскую жилеточку, пледик, еще что-то, вот этот G100. Он такой пухлявый. То есть он очень хорошо ложится в одежду. Поэтому его вы можете использовать не только для пледов, для одеял, но и для одежды. Ну, и еще вот очень удобно складывать P150 и вот этот G100. Вот тогда он дает такую пухлявость. Ну, вот если вы хотите сделать пышное одеяло, ну, тогда его нужно сделать однозначно с ручной стежкой. И, наконец, очень часто вот те, кто смотрит нас на Ютубе, то есть те, кто немножко не в теме, может быть, спрашивают, где научиться лоскутному шитью. Вот конкретно по кризи у нас в средней школе в части 7 урок 13 есть специальный урок «Как шить кризи». Ну, кризи сложная техника, и, конечно, к ней нужно переходить уже после какой-то начальной подготовки, после понимания того, как вообще делать, как делать шаблоны, как шить, какую технику использовать. Поэтому, конечно, я вас приглашаю учиться в курсе «Ремесло». Там есть начальная школа, где есть базовые техники лоскутного шитья, и средняя школа, где есть продвинутые техники лоскутного шитья. Ну, по отзывам те, кто у нас успешно закончил и учится, конечно, никто ни секунды не пожалели там, двигаются дальше в цветоведении. Это тоже отдельный прекрасный курс. Кстати, вот на него ссылочка, по-моему, есть. Поэтому с учебой вот так. Все. Вы получили всю информацию. Я на сегодня закончила. День весенний в равнодействии продолжается. Весна наступает. Всем удачного дня. С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Всем пока. Оскудное шитье Сладой Христенко Отдыхай душой Наслаждайся моментом Оскудное шитье Оскудное шитье Оскудное шитье Оскудное шитье